Рассчитывали на что-то более весомое. Дорго на 6 очков. Гуниб явно не на 1 очко рассчитывал. Приняли участие команды... Вернее, не команды. Дорго принял участие в Кубке Юга на прошлой неделе. Пока атака с левым флангом. Абдухаликов удар. Раджабов удар. И Шамильов Умар забирает удар. Тагима Наврузова. Ну, первыми-первыми огрызнулись футболисты Дорго в этом матче. Но вынос мяча вперед. Абсолютно. Я не знаю, какую установку давал тренер. Но она явно... И рядом со штангой пролетает мяч. После удара в тот футбол они играют. Понятно, что играют в тот футбол, который позволяет соперник. Абдухаликов молодец. Проходит, бьет по воротам. Но можно было отдать направо. Активен, активен левый защитник Дорго. Хорошая передача. И Шахрудинил пропускает на Мирзаева. Джавадханов удар по воротам. И открывает счет Гунив. Да, вот я же говорил, нужно разыгрывать этот мяч. А не выносить. Разыграли, забили. Но да, не выходил этот гол из логики встречи. Но все-таки гол есть гол. 1-0. Гунив выходит вперед. И это вынуждает Дорго нарастить еще более обороты. Не получится сыграть в академичный футбол. В перекат. Боец. Единоборств. А тут Арсен Сулейманов на Дальний Алиев. И Арсен Сулейманов пробивает. Джавадханов на Врузово. Длинная передача. Хороший перевод. Расчертили эту атаку. Абдухаликов. Очень активен Абдухаликов. Многие из них просто участники турнира, ожидающие своего матча. Мирзаев перекидывает вратаря и выше ворот. На их взгляд, активно. Вот пошел. Пошел повтор. Неоправданно, мне кажется, в этой ситуации вышел. Пошел, помог. Разыгрывает Наврузов. Прострел. И может, может, получиться атака. Пошел Магомед Хан Магомедов. Врывается в штрафнуют. Ждет передачу. Находит Зайнуков. Но неудачно обработал Шарип этот мяч. Не знаю, надо будет изучить, чем он занимался ранее. Изначально был футболистом Наврузов. Удар по воротам. Такое единоборство. И если хочешь задать этому матчу высокую палку, так я бы не свистел. Застревает мяч в стенке. Джангишиев. 3 в 2 идут. Шахрудинил справа, слева Джавадханов. Удар по воротам и отбивает голкипер. Но сыграл, как заправский форвард. Сулейманов. Алиев. Удар. Штанга. Выносит мяч футболист Гуниба. И ошибается. Абдулай. Пошли разрывы. Слишком прижимают футболисты Гуниба к своим воротам. Сулейманов. Раджабов. Просто оккупация какая-то. И Алиев 1-1. Окупировали штрафную. Прижался Гуниб. Вроде бы все вместе они прижались, но при этом оставили одного Алиева. Выигрывал практически все единоборства в Активе, но при этом его оппонент Ай-яй-яй-яй. Гол забивает Дарго. Почему я не понимаю, что я расстрелся голу Дарго? А потому что только-только похвалил Исакова. И через него Арсен Сулейманов выигрывает единоборство и делает счет 2-1. Вы видите, да, вы как? Ну нельзя давать Арсену Сулейманову выигрывать единоборство на АРХУ, если хотите. А кто справа поможет? Слева игрок, удар, Сулейманов. Вытаскивает сейчас этот мяч. Шихаев против Исакова. Выигрывает Исакова. Выходит 1-1. И 3-1 Дарго. Одерживает победу в этом матче. Уже за оставшееся время Гуниб не отыграется. Это 100%. Набирает Дарго 7 очков. Остается Гуниб одним в активе. И не самые радужные перспективы. Как Шпау ставит свои ноги и все. Финальный свисток. Победа Дарго со счетом 3-1. Спасибо за поздравление. У нас такая болезнь. Мы пока не пропускаем, не просыпаемся. Команда не включается. Честно говоря, мы всячески пытаемся наладить этот момент. Но пока, видимо, не нашли мы те ключи, чтобы устранить вот эту проблему. Пропустили гол. В перерыве успокоили ребят. Попросили, чтобы играли в футбол. Продолжали играть в свой футбол, который они умеют. И проявить характер, конечно. У нас ребята чуть возрастные. И как-то вот приезжих много ребят. Они вот едут. Утром рано встают. Видимо, мы не просыпаемся. Ну, ребята проявили характер. Выиграли. Очки не пахнут. Ну, и во втором тайме, я считаю, продемонстрировали неплохой футбол. Пару слов о сопернике. Гуниб, бронзовый призер прошлого сезона. Но на старте всего лишь одно очко. Это отражает их силу или просто стечение обстоятельств? Нет, я считаю, что в этом турнире все команды, в принципе, ровные. Здесь любая команда. Это некий такой аппелл. Любая команда может обыграть любую. Гуниб, ребята выходят, бьются. Видно, что пытаются они тоже играть в футбол, навязать свой футбол. Не так на ура. В принципе, неплохой соперник. Я думаю, они еще свои очки наберут. Это такой крепкий, такой мощный середнячок, я считаю. Ощущение, честно говоря, я даже не знаю, как описать. А пустошение. Мы не должны были проигрывать эту игру. Надо просто забивать свои моменты и доводить было дело до победы. Больше сказать, даже не знаю, что. Чего пока не хватает Гунибу? Понятно, реализация, это один из факторов. Но в каком компоненте сейчас команда проседает, что не позволяет набирать очки? Вот, на мой взгляд, концентрации не хватает на всю игру у команды. Какой-то момент происходит в игре, когда просто выключается 3-4 игрока, и это становится заметно. И с заменами мы что-то пытались изменить. Команда села, да. Ильдар Джангишев неплохо входил в игру, но проводил очень мало времени. Это связано с тем, что он не готов физически или чем-то... Это связано именно с его физическим состоянием. Он не готов еще играть больше. На минут 5-7 его хватает, он играет. Спасибо, удачи, товарищ.